и тут же идет от Ольги дополнительный вопрос, полезно ли плавание в проруби? Ну, смотрите, плавание в проруби, у нас сегодня был в закрытом клубе эфир, как раз у нас Роман рассказывал свои видения по холодной воде, свои практики, и я с ним соглашусь в том смысле, что к холодной воде привыкнуть невозможно. Сколько бы раз ты не заходил в холодную либо в ледяную воду, это всегда стресс для организма. И если вы неподготовленный человек, то, наверное, в каком-то моржевании, проруби речи быть даже не должно, потому что вы все-таки должны более бережно относиться к своему организму и его все-таки подготавливать. Это то же самое, что если вы решили перейти на автономный образ жизни, сегодня наелись пельмени, а завтра вышли на четыре месяца, но на четыре месяца вы не видите, как правило, бывают такие очень негативные последствия, которые потом весь интернет, все соцсети начинают этим шуметь, то есть выбрали какой-то один случай, начинается. Поэтому все нужно очень делать осознанно, все нужно делать, мне кажется, что нужно делать постепенно, потому что в моем конкретно случае работает только постепенность, только какое-то бережное отношение к своему и физическому телу, и к своей психике, и к своей психологии. То есть это обязательное условие, чтобы все было гладко и комфортно. Здорово, здорово. Ну вот у меня по-другому, как раз-таки, можно сказать, на так называемых пельменях я первый раз зашла, когда приняла решение, ну это были не пельмени, но все-таки это была грубая пища год назад, и я так хорошо пять дней полетала без пищи, и было великолепно. А относительно проруби у меня с тобой все это схожее такое состояние, когда сегодня я услышала, что ты в минус 41 зашла, а я в минус 43 зашла тоже устроить, и это был мой первый опыт еще до крещения, ну тоже на севере, было весело. Вот, и мне кажется, что знаете, иногда, я просто сейчас философствую две секунды, иногда, вот когда наше «я» готово, то здесь уже, не знаю, может быть, эта подготовка, о которой мы говорим, она уже прошла гораздо раньше, чем мы могли ее осознать. И бывает так, что тело говорит, иди и все, вот в такую ледяную воду или еще куда-то, поэтому, ну, я рада за то, что ты говоришь, что нужно бережно, и это очень клево, что ты говоришь всем давайте, всем оживать, всем голодать, и все остальное. Мне очень нравится твой вот этот экологичный подход, и что ты каждому человеку говоришь, сами осознайтесь, сами договоритесь, да, с собой, со своей физикой и так далее.